Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и MasterCard будут недоступны, заявили в Банке России. Тем не менее, можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме на всей территории страны. Кроме того, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис MirPay. Его можно установить на смартфон на базе Android. MirPay позволяет проводить привычные платежные операции. Сегодня к нему можно подключить карты. Мир уже более 80 российских банков, добавил регулятор. Напомню, в воскресенье международной системой Visa и MasterCard сообщили о приостановке операций в России. Visa дополнительно уточнила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 10 марта. Согласно заявлению ЦБ, платежные карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране, как обычно, до истечения срока их действия. Операции по ним будет обрабатывать национальная система платежных карт. Однако от трансграничной операции покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Впоследствии банки сами выпустят карты Мир для клиентов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте. Официальный курс валют. Доллар 105 рублей 81 копейка. Евро 115.62. В Петербурге завтра кратковременный снег. Ночью 3,5 мороза. Днем минус 2,4 градуса. В Москве временами снег. В ночные часы минус 1,3. В дневные от нуля до плюс 2 градусов. Сейчас столица около нуля. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в не вчерашнем. 16 часов 6 минут в российской столице. В прямом эфире главного информационного радио страны. Программа «Параллели». Взгляд. Настоящее через призму событий прошлого. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать. Приветствую, Армен. Конечно, говорить мы сегодня будем о эпохе Зе. Потому что то, что происходит на Украине, это, знаете, такая одна сплошная безостановочная параллель. И к огромному, к сожалению, всех здравомыслящих людей параллель это с одной страной, которая существовала 12 лет, но которая оставила жутчайшую память о себе. Это я имею в виду третий рыв, потому что все то, что исполняется украинскими властями, вот буквально в ежедневном формате, да что там ежедневном, ежечасно, это все мы уже видели. Видели в различных документальных фильмах. Что-то показывалось художественным. Мы это читали в научных монографиях и научно-популярной литературе. Видели в сотнях статей. Но никто же не думал о том, что когда-то, вот после разгрома нацизма, вот те методы, все то, что ассоциируется у человека с третьим рейхом, вот все вот это будет на наших глазах происходить на Украине. В одной из самых пострадавших от нацистов зелель на территории Восточной Европы. И тем не менее, прошли годы, и все вот это вот на Украине получило страшное, кровавое, чудовищное продолжение. Давайте прямо вот с сегодняшней повестки начнем. Пол Казов официально объявил о том, что они не дадут возможность жителям Мариуполя покинуть город. Мотивируется это тем, что таким образом будет демонстрироваться акт высокого патриотизма и подлинного понимания ценностей украинской державы. Но любой нормальный человек ведь очень быстро осознает, что ни к какому вообще патриотизму это все отношение не имеет.